Уважаемые коллеги, хотелось бы поблагодарить вас за возможность выступить перед вами и представить вашему вниманию доклад, посвященный изолированной перфузии или ампутации при местно распространенных саркомах мягких тканей. Целью данного исследования было сравнение результатов лечения пациентов с местно распространенными формами саркома мягких тканей при лечении с помощью применения изолированной перфузии или выполнения калечащих операций. Задачей данного исследования являлось внедрить методику изолированной перфузии конечности с гипертермией, оценить переносимость, токсичность данного метода лечения, оценить эффективность изолированной перфузии при лечении больных саркома мягких тканей и с целью снижения уровня системных осложнений разработать и внедрить в клиническую практику методику онлайн-мониторинга уровня утечки химиопрепарата системный кровоток. Критерии включения пациента в протокол исследования. Первое – гистологическое подтверждение злокачественной опухоли. Второе – местная распространенность опухоли или наличие единичных или множественных рецидивных опухолевых узлов, низкая эффективность или полное отсутствие ответа на лекарственную лучевую терапию, отказ больного от калечащей операции, удовлетворительное соматическое состояние больного и отсутствие отдаленных метастазов. В нашем исследовании было выделено две гистологические группы. В первую группу вошли 22 пациента, получивших лечение с применением изолированной региональной перфузии и 36 пациентов, которым была выполнена ампутация конечности в связи с местно распространенной саркомой мягких тканей. В группу больных, которые получили лечение с применением изолированной перфузии, вошло 15 женщин, 7 мужчин. Основной возраст был старше 60 лет. Наиболее частая нозологическая форма, которая встречалась у данной категории больных, это синавиальная саркома. В группу больных, которым была выполнена калечащая операция, также наиболее частая нозологическая форма синавиальная саркома, 13 пациентов, 11 пациентов, злокачественная фиброзная гиосотеоцитома, плеоморфная саркома, то бишь наиболее часто опухоль располагалась на нижних конечностях. Карта центра в перфузии. Мировыми лидерами данной методики являются Парижский институт Густава Руссо, госпиталь в Бельгии, в Антверпене и институт в Нидерландах. В нашей стране основоположником этой методики является институт Николая Николаевича Петрова в отделении Георгия Ивановича Гавтона. Эта методика впервые в нашей стране начала применяться. И после этого в второй центр в нашей стране, где производится эта методика, это институт в Москве, Российский онкологический центр. В 2008 году нашим саркомной группе было выдано европейский сертификат для проведения этой методики. Кратко, позвольте вам доложить, схему перфузии. Создается замкнутый контур, в который включается конечность, оксигенатор, перфузионный насос и контрольные датчики давления, температуры и оксигенации. В изолированной перфузии выделяются четыре этапа. Первый этап – это хирургический этап с формированием замкнутого контура и задание режима аппарата искусственного кровообращения. Второй этап – это начало постоянного контроля сброса из изолированного региона в системный кровоток с помощью введения радиоактивной метки. И третий этап – перфузия химиопрепаратами. Основной этап, соответственно, с умеренной гипертермией. И четвертый, заключительный этап – отмывание конечности. Хирургический этап – хирургическая техника уровня перфузии. На верхней конечности нами перфузия проводилась на двух уровнях. Это подмышечный уровень и плечевой. На нижней конечности мы работали на трех уровнях. Это наружно-повздошный уровень, общий бедренный уровень и бедренно-подколенный уровень. Радиологический контроль сброса. Радиологический непрерывный контроль сброса из замкнутого контура в системный кровоток происходит с использованием введения радиоактивной метки. При применении этого метода мы видим онлайн во время перфузии на экране монитора кривую, которая нам показывает количество препарата, который попал из замкнутого контура, то есть верхней или нижней конечности в системный кровоток. Максимальный уровень утечки при использовании фактора некрозовой опухоли должен превышать 10%. Хотелось бы сказать, что в нашем исследовании большинству пациентов мы проводили перфузию с применением мелфолана. При введении этого препарата мы избавлены от риска фатальных осложнений, но при перспективе, что мы будем проводить перфузию с введением фактора некрозовой опухоли, уровень утечки является очень важным моментом. Дозировка мелфолана для верхней конечности рассчитывалась из расчета 13 мг на литр, для нижней конечности – 10 мг на литр. При введении фактора некрозовой опухоли его дозировка варьируется от 1 до 4 мг. И заключительный этап – отмывание конечности. В конце процедуры перфузии кровь с перфузированной жидкостью собирается в резервуар. В изолированный контур, не меняя скорости перфузии, одновременно добавляются растворы для отмывания в объеме 3-6 литров для нижней конечности и 1-2 литров для верхней конечности. Длительность этого этапа в среднем составляет около 20 минут. Локальная токсичность оценивается по критериям Выбердинка. В нашем исследовании локальная токсичность в большинстве случаев не превышала 1-2 стадии, что не требует какого-то дополнительного хирургического лечения, достаточно симптоматической терапии. Системные побочные эффекты не отличаются от системных побочных эффектов при введении системной химиотерапии. И количество этих эффектов зависит от уровня изоляции конечности. И в нашем исследовании в основной массе пациентов локальная системная токсичность не превышала от 1-й до 2-й степени. Разрешите отложить Вашему вниманию наши результаты. В нашей клинике изолированный региональный перфузия по поводу сарковой мягкой ткани была проведена 22 пациентам. Полный ответ мы наблюдали в 22 случаях, частичный ответ в 61 случае. Сохранить конечность нам удалось у 76,5% людей. Сейчас мы остановимся подробнее на наших результатах в первой исследовательной группе. Рецидивы наблюдались у троих пациентов. Все рецидивы мы наблюдали в срок от 6 до 12 месяцев. Метастазы выявлены были у трех пациентов, что составило около 15%. Метастазы у всех пациентов появлялись у легких. И срок метастазирования от 5 до 10 месяцев. Прогрессирование заболевания выявлено у четырех больных, что составило около 20%. При сравнении результатов двухлетней выживаемости больных с местным сарковой мягкой ткани мы видим, что в нашем исследовании у наших 22 пациентов нам удалось не только сохранить конечность, что позволило нам, безусловно, улучшить качество жизни пациентов, но и отметить даже увеличение двухлетней выживаемости. Дальше на результаты требуют дальнейшего наблюдения, чем мы в настоящее время и занимаемся. И приведены онкологические результаты. У пациентов, которые лечились с помощью применения метода изолированной региональной перфузии, общая двухлетняя выживаемость составила 75%, сохранность конечности 76%. У больных, которые получили лечение без применения данной методики, общая двухлетняя выживаемость составила всего 55%, сохранность конечности 0%, так как всем пациентам в этой группе была выполнена калечащая операция. Степень лекарственного патоморфоза. У 22 больных, которым была проведена изолированная перфузия, 18 пациентам в периоде после перфузии было выполнено иссечение остаточной опухоли. Одному пациенту, к сожалению, пришлось конечности ампутировать. У троих пациентов отмечался патоморфоз второй степени, и все эти трое пациентов обратились с рецидивами в срок от 6 месяцев до 1 года. У 10 пациентов, что составило основную массу, 52%, отмечался патоморфоз третьей степени, и у 6 пациентов нам удалось добиться патоморфоза четвертой степени. Разрешите вашему вниманию представить несколько клинических примеров. Это наиболее интересный пациент, 45 лет, который обратился в нашу клинику с рецидивом липосарковой мягкой тканей правой голени. Состояние после комбинированного лечения и многоузловой рецидив с увеличением магистральных артерий. Данному пациенту нам удалось при участии наших зарубежных коллег выполнить изолированную регионерную перфузию с комбинацией мелфолана и фактор некроза опухоли. В послеоперационном периоде, через 6 недель, мы видели уменьшение размеров опухоли на 40%, и также немаловажное значение имело снижение воскулиризации. После этого пациенту была выполнена сохранная операция удаления опухоли. Пациент до сих пор находится под нашим наблюдением без признаков рецидива. На данном слайде представлена пациентка 65 лет с ангиосаркомой мягких тканей правой верхней конечности. Состояние после комбинированного лечения. У данной пациентки до перфузии отмечались множественные мелкие очаги около 0,5 см мягких тканей правой верхней конечности. Через 2 недели после изолированной перфузии данные очаги у пациентки не определялись. Данной пациентке не выполнялось никакое хирургическое лечение в полнейшем. У нас было всего 2 пациентки с ангиосаркомой мягких тканей, и у обоих этих пациенток отмечался полный клинический эффект. Практическая значимость данного исследования заключается в том, что с целью улучшения результатов лечения и качества жизни больных с саркомой мягких тканей может быть использована процедура изолированной химиотерапевтической перфузии препаратом мелфолан, протекающего в условиях гипертермия. Выводы. Метод изолированной региональной перфузии является перспективным методом лечения, направленным на редукцию опухоли, предупреждение возникновения рецидива заболевания, что позволяет избежать выполнения ампутационного хирургического вмешательства. Локальная токсичность, связанная с выполнением изолированной перфузии, в большинстве случаев не превышала 1-2 степени по шкале Вибердинг. Системная токсичность 1-2 степени отмечалась в 7% случаев. Низкий уровень системных осложнений в нашем исследовании связан с разработанной в Российском экологическом центре и внедренной в клиническую практику оригинальной методикой онлайн-модинторинга уровня утечки препаратов системный кровоток. Методика изолированной региональной перфузии с местно распространенными формами сарковой мягкой ткани и конечности позволила нам достичь общей двухлетней выживаемости около 75% по сравнению с 55% в контрольной группе. И заключительный вывод – изолированная перфузия позволяет достичь высокую эффективность у пациентов, исчерпавшие возможности стандартной терапии, что позволило избежать калечащих операций, приводящих к инвалидизации пациентов. Также хотелось бы несколько вопросов еще доложить, что разработан и внедрен в клиническую практику оригинальный метод маринторинга, что позволяет снизить системную токсичность. Это немаловажное изобретение, готовится патент по этой методике. И изолированная региональная перфузия является высокоэффективным методом лечения пациентов саркоми мягких тканей, который может быть с успехом воспроизведен в федеральных онкологических центрах Российской Федерации. Перспективами развития данного метода является перфузия легкого, перфузия органов малого таза, перфузия печени. И также сейчас мы работаем над перфузией конечностей при саркомах костей. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Через какое время после перфузии воздействует хирургическое лечение? Хирургическое лечение после перфузии оценивается через 8 недель. По мировым данным, мы им следовали. Спасибо большое. Если нет больше вопросов, я прошу прощения. Спасибо за доклад. В перспективе планируете ли вы комбинацию мелфолана с другими препаратами? Если да, то с какими? Георгий Иванович, мы планируем и хотим уже на протяжении нескольких лет комбинировать мелфолан с фактором некрозовой опухоли. В настоящее время в нашей стране этот препарат не зарегистрирован. Ждем и надеемся. Мы уверены, что это даст нам возможность улучшить наши результаты. Весь вопрос о наличии этого препарата. Все это так. Мы говорили по поводу факторов некрозовой опухоли. Это очень дорогой препарат, который, я думаю, что при моей жизни он в Российской Федерации регистрирован не будет. Я имел в виду противоопухоли, хотя бы антрациклины или анкилирующие факторы в сочетании с мелфоланом. Мы думали об этом вопросе, но по моим данным, по литературным сочетаниям этих факторов приведет к увеличению локальной токсичности и большой вероятности потери конечностей вследствие локальной токсичности. Вы же прекрасно знаете, что есть три группы, которые применяют с мелфоланом доксорубицин. Это мексиканская группа большая, это немецкая группа Мюнхен и Хьюстон, Соединенные Штаты. Да, у них есть большие осложнения, но не приводящие к потере конечностей. Или вас пугают местные осложнения, которые могут быть, которые могут закончить ампутации? Мы опасаемся этих осложнений и в настоящее время не применяли, но эту методику надо будет принять обязательно к рассмотрению. Поднимайте, дело в том, извините, что перебью, но мы зашли сейчас в тупик. Дело в том, что применять мелфолан бесконечно мы не можем. Потому что, ну да, мы получаем какой-то эффект краткосрочный, а в перспективе мы ничего не применяем. Это является хорошей перспективой и мы обязательно этим займемся. В качестве комментариев самый оптимальный эффект был получен при использовании ТНФ. Искать новые варианты, наверное, уже нет смысла или поздно. Надо все делать, чтобы препарат зарегистрирован был в нашей стране. Еще маленький комментарий. Компания Берингер, которая его производит в прошлом году, продала его вместе с портфелем части ненужных препаратов. Вопрос, который сказал Георгий Иванович, это наиболее вероятное стечение обстоятельств и ход событий. Поэтому, может быть, идти по пути импортозамещения, как сейчас модно. В Новосибирске выпускают отечественный фактор некроза опухоли под названием Рифнот. Для меня было очень удивлено, когда я задал разработчикам вопрос, можно ли его вводить внутривенно. Нам сказали нет. Я говорю, какой же это фактор некроза опухоли, если вы его вводите подкожно. И как его контролировать, его дальнейшие действия и, естественно, привод изолирной перфузии. Ну, совершенно справедливо, потому что это молекула, которая должна вызвать тот же эффект, как липополисахарид. Это минимальная часть бактерий, стенки грамм отрицательных бактерий. Это шок. Если препарат можно вводить подкожно, и он переносится, его можно вводить и внутривенно, и он тоже будет переноситься. Поэтому никакой общности между тем ТНФом, который используется в виде препарата Берамун, и нашими аналогами нет. Но есть еще один пример, скажем так, отечественный. Это, например, интерлейкин-12, который выпускается институтом особо чистых препаратов. И мы не в состоянии контролировать стабильную концентрацию его. Поэтому если использовать для той же меланомы высокодозные интерлейкиновые режимы, которые применяются, и которые вызывают 20% полных стабильных эффектов из лечения пациентов, это дискутабельно. Спасибо большое.